Такая грязная вода льется из крана в жители Ганьбы с начала мая. Все из-за аварии. В майские праздники здесь вышел из строя один из глубинных насосов. Он предназначен для подъема воды с большой глубины. В то же время случилось повреждение сетевого кабеля, который питает водозапорную скважину. Еще тогда местные начали бить тревогу и звонить во все инстанции. После первого визита нашей съемочной группы все вроде бы изменилось. Вода пошла чистая с хорошим напором, но это длилось не более шести дней. На данный момент работают три скважины по подаче воды. Одна из скважин за Ганбинским трактом находится в ужасном состоянии. Вероятно, выработан ресурс. Вода совсем непригодна в пищу. По оценке Роспотребнадзора при взятии забора воды в школе номер 97 были обнаружены вредоносные бактерии. Сейчас на все село осталось 40 кубометров воды. Больше скважинах просто нет. Такого количества хватит от силы на месяц и максимум на 50 домов. А в селе больше 600. Поэтому вода идет без напора. Сломанные насосы заменили, но эта проблема не решила. Изменить ситуацию может ремонт водонапорных башен и в целом водозабора. Долгое время в селе никто этим не занимался. По словам представителей мэрии, требуется найти хорошего управленца с сетями. Пока вопрос решается. Впрочем, как и некоторые проблемы. Отрабатываем адресно, выходим на улицы. Есть ряд обращений от жителей, мы их знаем. Сейчас жителям быть, пока пытаться набирать воду в то время, когда возможно это сделать. Для полипа, для собственных нужд. Если есть необходимость подвоза воды, мы можем это организовать. У нас водоканал в помощь. На 2023-2024 год в селе была запланирована реконструкция и установка очистных сооружений. Как нам пояснили в администрации, срок из-за нехватки финансирования переносится на 2025 год. Однако работы могут начаться и раньше, но точного ответа пока нет. Так что местным жителям остается только набраться терпения. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.